И вернемся к теме суррогатного алкоголя. От него в России умирают больше 100 человек в день. Это официальные данные статистики. В реальности цифры еще больше. Об этом говорят сегодня, как раз после новогодних застолий. В центре внимания ситуация на юге Тюменской области и в Югре. 17 умерших от суррогата. Почему с виду обычная бутылка водки может оказаться смертельно опасной? Кто несет ответственность? И как выбирать алкоголь так, чтобы праздник не обернулся трагедией? Эти вопросы задала эксперта моя коллега Татьяна Воротилова. Она на связи с нами. Тань, здравствуй. Рассказывай, ведь впереди еще много поводов поднять бокал. Да, Ксения, сегодня не будем рассуждать, пить или не пить. В конце концов, почти каждый взрослый человек покупал крепкие спиртные напитки. А вот чтобы еще и лицензию на продажу алкоголя попросить у продавцов, вот такого я лично не встречала. А похоже, пора. Итак, начну с масштаба проблемы. Только представьте, почти половина, если точнее 40%, крепкого алкоголя в России сегодня на рынке нелегального. Причем последние три года отмечают рост. В том числе из-за пандемии и упавших доходов россиян. Так комментируют ситуацию федеральные эксперты. У нас вообще в России 160 тысяч населенных пунктов. Из них в 70 тысячах, задумайтесь, в принципе не существует легальной розничной торговли алкогольной продукции. В основном это сельская местность. Нужно снижать минимальные цены на легальный алкоголь. Ну потому что, ну реально, ну у нас люди не могут себе позволить в массе своей все-таки приобретать, ну скажем так, в постоянном режиме легальную во всех отношениях качественную алкогольную продукцию. С нелегальным рынком как может борется полиция. Вот оперативники изымают спиртное в тюменском баре. Здесь не было лицензии. Владельцу заведения грозит штраф до 200 тысяч рублей. А это уже склад в Ишиме. Здесь изъяли больше тысячи бутылок поддельного алкоголя и производственное оборудование. Задержанный сразу сознался, что планировал продавать суррогат через розничные магазины. Кстати, когда такие дела доходят до суда, то ответы как под копирку. Ну вот то, что там, это методов. Вы могли об этом сказать? Я не знаю. А как в вашем мнении там оказалось? Я не знал, что тут. То есть разливали из чего? Не знаю, ничего. Такие же тайны стали явью недавно в Свердловской области Иркутской, где умерли десятки человек от суррогата. И вот теперь у всех на слуху массовое смертельное отравление в Тюмени и Югре. Суррогат очень опасен, потому что даже на малых дозах того же метилового спирта 30-50 миллилитров может наступить слепота в связи с атрофией зрительного нерва. Чуть больше в дозах может наступить летальный исход. В итоге, по данным Росстата, от некачественного алкоголя каждый год умирают больше 50 тысяч россиян. И вот сейчас главное – никто этого не хотел. Технического спирта где-то добыли цистерну, в ванне там, в подвале где-то, в ванне развели с водой. И вот вам готова эта паленка водка. Я думаю, никто не сомневается, что у них не было задачи травить людей. У них была задача заработать, но они что-то перепутали. Кто-то им подсунул вместо этилового спирта метиловый. А его надо очень немного, чтобы умереть, попив. Метиловый спирт от этилового сложно отличить по цвету, вкусу и запаху. Поэтому выпивать в барах, в общем-то, небезопасно. Покупать спиртное лучше в проверенных магазинах и обращать внимание на акциз. Вот так выглядит настоящий. Присутствует голограмма со сложным рисунком. Центральная область – ромб с пометкой страны производителя. Размер акцизной наклейки указан на экране. Марка должна плотно держаться на бутылке. Если что-то не так, лучше не брать. А чтобы не раздумывать долго, выручит приложение «Антиконтрафакталка». Это надежный способ. Хотя, если загружать не хочется, проверить марку можно на сайте «Росалкогольрегулирование». Здесь надо ввести номер марки для получения информации. Да, наверняка любители алкоголя сейчас думают, да ну эту подозрительную водку, лучше пить самогон. Да, пить можно. А вот покупать и продавать нет. Нет. Предприимчивых можно привлечь по закону. Когда оборот и реализация алкогольной продукции превышает 100 тысяч рублей. В этом случае применяется уголовное законодательство, уголовное наказание, штраф от миллиона рублей или лишение свободы до трех лет. В Госдуме сейчас активно обсуждают очередную идею лишать свободы на 15 лет за незаконный оборот алкоголя. Вот только каждый эксперт сегодня в беседе мне сказал, что в России и так самое строгое законодательство в этом вопросе. Чтобы избежать пьяных бед, важно заняться экономикой страны, сделать людей богаче. Ну а там, может, и пить не захочется. Студия. Про то, что нужно повышать благосостояние людей, в этом я с тобой полностью согласна, Таня. Хотя здесь все-таки не только вопрос стоимости и качества напитков, но и меры. Алкогольная зависимость, пей хоть дешевое, хоть дорогое, приводит к печальным и зачастую трагическим последствиям.